Мы говорим о здоровом образе жизни с главным врачом центра медицинской профилактики Ириной Трубицыной. Ирина Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. На Кубани пытаются вести моду на здоровый образ жизни. Как с этой целью справляется Центр медицинской профилактики? Центр медицинской профилактики, по крайней мере, наше учреждение, это головное учреждение в крае, основной задачей которого является предупреждение болезней. Наш центр в своей работе использует в первую очередь все научно доказанные формы, методы и стили работы именно по медицинской профилактике. Основное направление работы – это, конечно, санитарно-гигиеническое просвещение населения, это информирование населения. Здесь нам очень сильно помогают средства массовой информации. Следующее направление нашей работы – это раннее выявление факторов риска и, конечно же, заболеваний социально значимых особенно, которые являются основной причиной смертности нашего населения, именно на выявлении на ранних этапах. Третье направление – это разработка макетов различных средств наглядной агитации для населения по всем вопросам профилактики заболеваний, по факторам риска. Ну и четвертое направление – это, конечно, разработка различных программ, проектов и, соответственно, их реализация, ну и массовые профилактические проекты в том числе. Если говорить как раз-таки о массовых профилактических проектах, давайте поподробнее расскажем о каждом из них. Кубань в независимости, Кубань против рака, какие еще существуют? На сегодняшний день уже у нас работает и, в общем-то, достаточно активно осуществляется 8 профилактических проектов. Конечно, самый долгоживущий – это Дни здоровья на Кубани с 2008 года. Он продолжает работать и, в общем-то, пользуется спросом у населения и по сей день. И он, конечно, в первую очередь направлен на то, чтобы сформировать у нашего населения принципы правильного здорового образа жизни, который включает в себя что? Правильное питание, достаточная физическая активность и, конечно, отказ от вредных привычек, таких как курение, алкоголь, наркотики и так далее. Следующий проект – это Кубань – край здоровых людей. Это тот проект, который ранее назывался «Кардиодесант» и который, в общем-то, направлен на то, чтобы бороться с факторами риска, которые способствуют развитию сердечно-студистых заболеваний, ну и, конечно, выявлять на ранней стадии эти факторы и выявлять заболевания, которые приводят к смертности. В первую очередь, это ишемическая болезнь сердца, инфаркта миокарда. Следующий проект – это «Кубань против рака». Это бывший онкопатроль, который направлен на ранее выявление и на борьбу с факторами риска онкологических заболеваний, а также предопухолевых и опухолевых заболеваний. «Кубань» вне зависимости проект, который направлен на борьбу с вредными привычками. Понятно отсюда название. «Здоровята» – это детский проект. Он направлен на формирование здорового образа жизни среди детей и борьбу именно с распространенностью факторами риска среди детей. «Кубань – край долгожителей» – это новый проект, буквально с прошлого года реализуемый. И он направлен на то, чтобы увеличить активную продолжительность жизни нашего старшего поколения. И, конечно, у него задачи очень большие. Это один из разделов геронтологии, нового раздела нашей медицины, который сейчас уделяется очень много внимания. Ну и у нас в рамках нашего нацпроекта «Здравоохранение. Демография», которые реализуются с этого года уже. В Министерстве здравоохранения разработан новый проект профилактический, который согласован и утвержден уже с нашим вице-губернатором Миньковой Алексеевны, который будет реализован совместно с другими ведомствами. Он будет сугубо межведомственный. И уже будет реализован буквально с начала следующего года. Мы занимаемся всеми мероприятиями подготовительными. И, конечно, этот проект в первую очередь будет направлен на то, чтобы сохранить здоровье населения через двигательную активность, через физическую активность. То есть предполагается, что будут какие-то мероприятия, забеги, марафоны? Обязательно. И само название проекта будет «10 тысяч шагов к здоровью». Вот как. А если немножечко поговорить о проекте «Кубань. Край долгожителей». Вот он новый, давайте немножечко его раскроем. Будет уделяться какое-то повышенное внимание оказанию медпомощи людям пожилого возраста? Да, конечно. И он направлен не только на оказание медицинской помощи. Медицинская помощь пожилым людям, она у нас в крае на достаточно высоком уровне. У нас есть целый центр герметологический, который располагается на базе нашего госпиталя, клинического ветерана-воин. И это работает. А вот этот новый проект, он как раз-таки призван, он проводится один раз в месяц. И выезжают представители клинического госпиталя, представители нашего центра, наш мобильный центр здоровья, выезжают в малонаселенные пункты, где проживает достаточно много пожилого населения, скажем так, населения старшего возраста. И здесь, конечно, мы работаем именно в первую очередь по факторам риска. Потому что, да, эти люди имеют какие-то заболевания, но, тем не менее, у них есть еще те факторы, которые способствуют развитию других заболеваний. И мы стараемся не допустить. Потому что, в принципе, сейчас во всем мире каждый человек старшего возраста, он, как правило, имеет уже 3, 4, а то и 5 болезней. И вот наша работа направлена на то, чтобы не допустить развития новых заболеваний именно, и, соответственно, продлить и под качество жизни этих людей. Диспансеризация в этом году претерпела ряд изменений в пользу качества для пациентов. Расскажите о них. Да, у нас действительно в этом году вышел новый порядок проведения диспансеризации профилактических осмотров. И есть некоторые нововведения. Во-первых, теперь диспансеризацию может пройти один раз в три года каждый житель, начиная с 18 до 39 лет включительно. А ежегодно каждый абсолютно житель, начиная с 40 лет и старше. И также пройти ежегодный профилактический медицинский осмотр. Кроме того, что возрастные изменения произошли, и произошли изменения в графике работы медицинских организаций, теперь они, в общем, как бы приблизились к населению. И теперь каждый, в принципе, человек, который хочет и должен пройти диспансеризацию, допустим, в этом году, он имеет возможность прийти в поликлинику в вечерние часы. Прием ведется до 8 вечера в рабочие дни и имеет возможность прийти в субботний день. Здесь до 16 часов каждая поликлиника абсолютно также осуществляет прием желающих пройти диспансеризацию. И, кроме этого, были внесены изменения в законодательство, и теперь каждый работодатель обязан предоставить человеку работающему один день с сохранением среднего заработка именно для прохождения диспансеризации. А одного дня достаточно? Ну, мы сейчас стараемся. Вот для этого и произошли все эти изменения в графиках работы, и подключен субботний день с той целью, чтобы иметь возможность провести хотя бы первый этап диспансеризации в течение одного дня. Вы как-то сказали, что диспансеризация и профосмотр – это та работа, в которой должны участвовать не только медики, но и сами пациенты. Вот насколько активны кубанцы в этом мероприятии? Да, безусловно. А мы, медики, наша задача, конечно, проинформировать, привлечь население, объяснить им, для чего нужна диспансеризация и как часто ее нужно проходить. Но если не будет отклика населения, конечно, это мероприятие будет провальным. Но у нас в крае, к счастью, ситуация обстоит достаточно благоприятно. Уже по итогам 10 месяцев этого года у нас прошло диспансеризацию порядка 91% нашего населения от числа подлежащих, то есть от тех, кого мы запланировали в этом году. Я думаю, что до конца года мы полностью осмотрим всех, кто был запланирован, и может даже немного больше. Обычно у нас выполнение плана составляет 100-100,5%. Так что, в общем, население охотно идет, и, в принципе, у нас нет с этим проблем. Мы можем уже подвести итоги диспансеризации 2019 или еще рано? Ну, еще пока рановато подводить итоги. Ну, я думаю, что какие-то некие промежуточные итоги, возможно, да, то, что мы, в общем-то, выполняем абсолютно количество осмотров запланированных, это уже точно. И то, что у нас примерно 20-25% населения относится к группе первой, то есть к группе совершенно здоровых людей. И порядка 25-30% населения относится к группе второй, это группа, которая имеет различные факторы риска. У кого-то один, у кого-то два, у кого-то сочетание трех-пяти факторов. Ну, а остальные около 50% – это третья группа, это те люди, которые имеют заболевание и должны находиться на диспансерном наблюдении. Почти половина – это много? Почти половина. Ну, в общем-то, это даже меньше, чем в среднем по Российской Федерации. Там даже выше. Давайте поговорим о ранней диагностике. Насколько она важна все-таки? Ранняя диагностика, безусловно, важна. И мы понимаем, ведь недаром говорят, что легче предупредить, чем лечить. И как раз-таки диспансеризация дает нам возможность провести вот такую раннюю диагностику наших, в первую очередь, факторов риска. Потому что многие люди живут годами, курят там, употребляют алкоголь. Ну, не говорю, что там все злоупотребляют, но, по крайней мере, употребляют иногда неумеренно. Может быть, у кого-то есть избыточная масса тела. А многие люди живут с повышенным уровнем глюкозы и холестерина в крови. И об этом не знают совершенно. Потому что эти показатели, они, в общем, долгие годы могут себя никак не проявлять. Пока не появятся уже осложнения, которые, в общем-то, будут очевидны. Человек теряет зрение, или у него начинаются они менее в ногах, допустим, и так далее. Или, может быть, приступ стенокардии развивается, когда уже бляшки атеросклеротические образуются на фоне высокого холестерина. Поэтому очень важно своевременно прийти и выявить эти факторы. И, конечно, откорректировать их. Это очень важно. И таким образом мы все-таки продлим и активное долголетие, и, в общем, продолжительное жизнью. И снизим смертность. Вопрос о кадровом составе. Хватает ли у нас медицинских сотрудников, которые заняты в сфере именно профилактики? Ну, учитывая, что сейчас очень большой объем работы ложится именно на сотрудников отделений кабинетов профилактики, потому что они проводят первый этап дистанциризации, они проводят профилактический осмотр. И плюс еще ко всему они участвуют и в другой работе, которая, в общем-то, прописана по их функционалу именно в плане профилактики. Это информирование, опять-таки, привлечение и так далее населения. И также организация тех же профилактических акций. Поэтому кадровая ситуация, она, в общем-то, мало чем отличается от ситуации с кадрами в целом в здравоохранении. И, конечно, сотрудников, да, не хватает, но у нас все равно есть хотя бы один врач и один средний медицинский работник в отделении или кабинете медицинской профилактики, которые, в общем-то, обеспечивают работу этого кабинета. Но есть это основные работники и плюс еще есть, конечно, совместители, которые нам обеспечивают работу кабинета в две смены. Что касается кабинетов, вы достаточно или менее организованы для профосмотра? Кабинеты, да, у нас достаточно организованы. У нас эта работа началась еще заблаговременно, еще до вообще введения дистанциризации. У нас уже на протяжении семи лет проводится работа по открытию отделений кабинетов. У нас в каждом муниципальном образовании, в каждой организации медицинской, особенно там, где проводится диспансеризация, есть или отделение, или кабинет профилактики. Все зависит от количества населения, которое проживает на территории поликлиники. Там до 25 тысяч это кабинет, свыше 25 тысяч это отделение. И, конечно, абсолютно в каждом муниципалитете есть та или иная структура. А вот бригады выездных врачей, которые как раз-таки участвуют в профилактических мероприятиях, они формируются из состава тех, кто в поликлиниках работает, или это отдельные уже какие-то... Есть понятие выездная бригада. Это да, это обязанность поликлиники организовать выездную бригаду из тех же специалистов, которые работают в поликлинике в определенные часы, по определенному графику, с той целью, чтобы провести обследование, осмотр той части населения, которая проживает далеко от медицинской организации, но которая подлежит диспансеризации. То есть те же пациенты, которые, в общем-то, не могут по тем или иным причинам прийти в поликлинику самостоятельно. Как вы можете оценить эффективность вот этих всех перечисленных мероприятий массовых? Эффективность мероприятий, конечно, профилактических, и мы это знаем, и об этом многое пишут, и уже научно доказано, что 7-минутной ее не бывает. Эта эффективность будет видна только тогда, когда через какое-то время мы увидим, от начала наших таких активных мероприятий, мы через какое-то время увидим результат. И, в общем-то, уже имея 5 или 6 лет даже за плечами диспансеризации, которая проводится всероссийская, и, конечно, мы видим, что у нас произошло снижение смертности в крае, и это действительно очевидно. Даже если брать по сравнению с 2015 годом, 2015, когда смертность была уже 13,5 на тысячу населения, сейчас она уже 12,1 на тысячу населения. То есть у нас, конечно, улучшилась выявляемость заболеваний, у нас увеличилось число людей, которые поставлено диспансерное наблюдение, и вообще диспансерный учет улучшился. У нас уменьшилась распространенность факторов риска, особенно таких, как курение и злоупотребление алкоголя. Ну и, конечно, у нас продолжительность жизни в крае растет, и это тоже, в общем-то, я считаю, заслуга всех медицинских работников, которые занимаются профилактической работой. А с чем у нас еще есть проблемы, с какими заболеваниями? Ну, в первую очередь, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические. Это, в общем, тенденция по всей России, и пока от нее не удается уйти. И действительно, люди страдают этими заболеваниями. Поэтому мы активно, вот все наши профилактические меры как раз направлены на то, чтобы в первую очередь поработать с факторами, которые способствуют развитию. Потому что порой, как я уже говорила, человек живет с этим фактором, не зная, но очень быстро наступает финал. И вот этот конец, он очень неприятный для всех, и, конечно, для нас, медиков, в первую очередь, и для семьи, естественно, и для самого человека. И, конечно, мы стараемся этого избежать, и поэтому мы приглашаем всех и объясняем, что придите, пожалуйста, и обследуйтесь. Все совершенно бесплатно, государство предоставляет такую великолепную возможность, и плюс еще этот бесплатный день, когда могут отпустить с работы, и человек может пройти диспансеризацию. Раньше такого не было, раньше только за свой счет. А сейчас вот так. Поэтому все возможности есть, только приходите и узнайте состояние здоровья. Вот вы говорите о диспансеризации уже 5-6 лет. С 13-го года. Какова динамика? Динамика активности самих кубанцев? Динамика выявляемости? Динамика активности, в общем-то, конечно, в начале было трудновато. И в первое время, может быть, первый год-два, мы привлекали население, мы зазывали их на диспансеризацию только силами медицинских работников. А вот буквально уже на протяжении 3-х лет, 4-х даже, этим занимаются еще и страховые компании. То есть они подключены. И это их зона ответственности пригласить. И они используют абсолютно все каналы для этого. Это будет и СМС-оповещение, это будет и через почту, и личное посещение. В общем, как угодно. И они же отслеживают, прошел этот человек диспансеризацию или нет. Если он не прошел по какой-то причине, не приглашают его повторно. То есть здесь уже как бы двойной контроль. И плюс с медицинских работников мы тоже не снимали. То есть участковая служба, она есть, она работает. Есть участковый врач, есть участковая медицинская сестра, которую, ну, как никто другой, наверное, знает свое население лучше, чем другие специалисты. И поэтому, конечно, в этом плане, да, у нас очень хорошие подвижки. Действительно, население сейчас активно идет. Ничего не можем сказать. В плане выявляемости, в общем-то, как было, у нас так и осталось. У нас все равно на первом месте выявляются. И сердечно-судистые заболевания, и эндокринология очень хорошо. Но главное, что мы очень активно и лучше стали выявлять онкологические заболевания именно на ранних стадиях. Это тоже очень важно, потому что выявив на ранней стадии, мы сможем этого человека полностью излечить. За последние годы, конечно, выявляемость онкологических заболеваний улучшилась. И именно она улучшилась на ранних стадиях, что очень важно для самого пациента, в первую очередь. Потому что раннее выявление – это хороший успех лечения, это меньше времени, меньше сил, меньше затрат. И, в общем-то, это лучшее качество жизни в дальнейшем. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.